добрый день сегодня тема ролика будет такая роль соли в организме птиц цыплят кур фазанов перепелов домашние птицы все что мы удерживаем кеклики и голуби роль соли в организме соль играет очень важную роль в организме она необходима любому живому организму но в разумных количествах и в норме не превышающий потому что соль концентрация высокой соли для организма любого это просто приведет даже к гибели птицы но соль нужно дать обязательно даже недостача соли можно даже наблюдать в домашней птице как это почти начинает очень есть землю просто землю едят вот захлеб едят землю птицы домашние фазаны куры там всякие домашние птицы это уже первый признак того что соли не хватает они так земля соленая немножко в земле тоже соли есть свои вот они пополняют и стараются как-то спастись вот соли соль в больших концентрациях опасно для организма живого любого но соль нужно дать если недостача соли тоже из-за задержка роста молотняка происходит и могут вызвать какие-то болезни особенно неврологические вот даже вот может начаться и паралич какой-то уцеплят и на ноги начинает падать не только когда недостача витамина да и кальция но и недостача соли и самое еще страшное когда начинается расклев потому что кровь кровь соленая вот до первой капли крови клюют как услышат уже запах запах и вкус соли тот уже расклев идет до смерти соль обязательно нужно дать даже молоднякам обязательно цыплятам я даю соль и некоторые птицеводы говорят что цыплятам нельзя соль давать цыплятам соль нужно дать обязательно потому что как растущий организм он требует соль соль нужно давать такой концентрации пол чайной ложки на 10 килограмм корма соль развести 100 грамм воды растворить соль и полить корм хорошо вымешать вот такой подсоленный корм нужно давать через два через три дня все время я так все время делаю через два-три дня вот такой подсоленный корм нужно давать обязательно молодняку и миф о том что нельзя это моя . зрение я так выращиваю больше десяти лет я занимаюсь породистой птицей потому из опыта личного моего повторюсь пол чайной ложки соли на 100 грамм воды хорошо размешать для до растворения полного и посолить и так полить 10 килограмм корма и так удавать птицы через два через три дня так все время давать взрослым курием я даю чайная ложка соли 10 килограмм корма так сама растворю на 100 грамм воды до полного растворения соли поливается корм сухой или влажная мешанка тут нужно хорошо очень вымешать чтобы было одинаково посолено все тогда вы предупредите расклев птицы хороший рост молодняка неплохая профилактика от глистов так что не бойтесь подсаливать еду тема была роль соли в организме птиц домашней птицы так же само касается это так само можно давать и фазанам кекликам павлином голубям вот таких пропорциях соль можно давать а если начался уже расклев начался то нужно давать так каждый день каждый день пока не кончится расклев ну и плюс расклев будет не только от того что соли не хватает когда очень мало места тесно скудный корм витаминов не хватает белка не хватает яркий свет тоже будет расклев стараться как можно больше дать волю птицы насколько у вас есть возможность но всем пока